Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В заявку вошли 173 объекта социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры региона. В числе приоритетных проектов создание Уфимского железнодорожного кольца стоимостью 28 млрд рублей, строительство ЖД-линии Сибай-Сара на 34 млрд рублей и автомобильного моста через реку Белый в створе улицы Интернациональной в Уфе на 10 млрд. Эти проекты имеют высокую степень проработки. По информации и Минэкономразвития, и Минстроя России регионы направляют заявки с максимальным набором проектов, даже не проработанные сейчас. Сейчас Минстроя собирает все ожидания, потенциально перспективные проекты, а дальше, соответственно, будет брать по мере подготовки документации на эти проекты. Также в дополнительный перечень вошли соцобъекты стоимостью больше 500 млн рублей и объекты ЖКХ свыше 300 млн. До конца 2023 года на льготные кредитования крупных проектов регионам направят не менее 500 млрд рублей с федерального бюджета. Займы будут выдавать на 15 лет под 3% годовых. Проекты, требующие финансирования, будут отбираться конкурсной комиссией. В Башкортостане завершилась перепись малого бизнеса. В ней приняли участие более 111,5 тысяч респондентов. Это 93,5% от общего числа. Об этом сообщает Башстат. Предварительные итоги по основным экономическим показателям будут готовы в декабре, а более детальные – в июне следующего года. Данные для анализа предоставили 44 тысячи малых предприятий и 67,5 тысячи индивидуальных предпринимателей. На 100% отчитались в Кушнаренковском, Нуримановском, Чекмагушевском и Шаранском районах. И еще 13 районов на 99%. В Уфе, где расположено почти 45% субъектов малого бизнеса, отчиталось чуть больше 91% респондентов. Отмечу, сплошное наблюдение позволит охарактеризовать экономическую активность бизнеса, уточнить его отраслевую структуру, территориальное распределение, получить информацию о наличии оборотных средств. В Башстате отметили, что данные сведения налоговым органам не передаются. 255 жалоб на действия коллекторов поступило в службу судебных приставов Башкортостана за первые 4 месяца 2021 года. Количество обращений снова стало расти после небольшого снижения в 2020 году, сообщили в пресс-службе управления ФССП по республике. В этом году судебные приставы выявили 41 нарушение на коллекторском рынке, сборщиков долгов оштрафовали на 800 тысяч рублей. К ответственности привлечены 31 микрофинансовая организация, 9 коллекторских агентств и одна компания, которая не включена в реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. По словам руководителя управления Ильнура Махмутова, ведомство добивается ужесточения наказания для недобросовестных коллекторов, так как штрафы в 20-50 тысяч рублей не влияют на их поведение. Поэтому предлагается применять в отношении нарушителей при остановлении деятельности и дисквалификацию их руководителей. Ограничения на авиасообщение с Турцией положительно сказались на внутреннем туризме в России. По словам экспертов, на сегодняшний день курорты, расположенные на Черноморском побережье, переполнены. Отмечу, накануне власти России продлили ограничения на авиасообщение с Турцией и Танзанией до 21 июня. Причина – сложная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в этих странах. Об этом сообщили в оперативном штабе. Ранее ограничения действовали с 15 апреля. Количество рейсов было сокращено до двух в неделю. Оживление турпотока сейчас также отмечается и в Башкортостане, где наряду со спросом растут и цены на отдых. Надо понимать, что человек, ориентированный на подобный отдых, при всем желании навряд ли его заинтересует какие-то походы в горы или отдых на водоемах республики Башкортостана. Тем не менее, конечно, в Башкирии в последние годы появляются хорошие предложения и на Павовке, и на Ектыкуле. Действительно хороший сервис, действительно хорошие условия, которые отчасти иногда даже сопоставимы. Но это пока единичные предложения. И они, на самом деле, боюсь, что по цене будут достаточно близки к Турции. Отмечу, что правительством России также принято решение возобновить с 10 июня регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией. Чартерные рейсы откроются в Албанию. Кроме того, увеличится число рейсов в Грецию, Армению, Катар, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Сербию и Египет. Также возобновится авиасообщение с Мюнхеном. В Уфе откроют дополнительные пункты вакцинации от коронавируса. Расположатся они в местах, пользующихся интересом у жителей столицы республики. Об этом сообщил начальник отдела охраны здоровья населения администрации Уфы Радив Сабиров. Выездные кабинеты вакцинации могут в ближайшее время появиться в торговых центрах «Аквамарин», «Центральный простор», а также во дворце культуры ОМПО и гипермаркете «Лента» на улице Бельской. Отмечу ранее, четыре мобильных пункта открылись в Башкирском театре оперы и балета, торговых центрах «Мега», «Планета» и «Башкирия». В июне Башкортостан получит еще около 150 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом накануне сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин. На сегодняшний день в регион уже поступило 406 тысяч доз. Первым компонентом привито 360 тысяч 406 человек. Полностью завершили вакцинацию свыше 274 тысяч жителей Башкортостана. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь на РПК.